Добрый день! Здравствуйте! Сегодня приготовим пирог ассортии. Откуда пришла эта идея? Да просто у меня одни едят мясо, другие едят курицу, третьи едят рыбу, зелень, картошку и т.д. и т.п. Перечислять можно долго, но сегодня у меня будут гости, которые одни едят мясо, другие не едят мясо. Одним нравятся грибы, другим не нравятся грибы, но я сегодня с грибами ничего делать не буду. Я сделаю с курицей и с зеленью. Давайте посмотрим, как же это получится. Один пирог, две начинки. Вперёд! Для пирога, конечно, нам нужно тесто. Мы его уже замесили, и если даже есть проблема, вы можете посмотреть видео, как приготовить тесто для пирога. Вернее, тесто для вкусного пирога. Для начинки мне понадобится куриная грудка, лук, мёд, вот это кислючка вы можете называть, у нас это называется лавашана, которую мы обычно добавляем, когда хотим подкислить что-то. и кюнджут, кюнджутные семечки. Вот это у нас первый вариант. Естественно, соль, перец, паприка. Если у вас нет мёда, можете заменить дуршабом, бахмазом. Это будет очень вкусно. Ну, а теперь вторая начинка. Для второй начинки нам понадобится зелень. Странное сочетание, да? Мёд, зелень и всё прочее. А в зелени у нас шпинат, кинза или петрушка, укроп, пару веточек мяты. Ну и вроде бы всё. Вот мы подготовили все наши продукты, нарезали их. Теперь пойдём готовить. Дело не хитрое. Нам надо пожарить лук. Добавим сюда соли чуть-чуть. И поджарим. Как только лук поджарится, забираем одну столовую ложку и добавляем её в зелень, которую мы нарезали заранее. Чтобы придать зелени тоже какой-нибудь вкус. Сюда же добавляем нарезанное мясо. И тушим его до полуготовности. Оно тушится быстро, вернее, готовится быстро. За это время разводим мёд, сливу, вот эту киселечку, соль, перец, паприку. И всё добавляем к мясу. Сверху насыпаем кинжутные семечки. Отложим в сторону, чтобы остыло. В горячую сковородку высыпаем зелень, перемешиваем, добавляем соль, перец, накрываем крышкой. И всё готово. Огонь мы выключили давно, когда убирали сковороду с мясом. Теперь уже можно делать пирог. Обещанное тесто, оно уже подошло. Повторюсь, можете посмотреть видео, где готовится тесто отдельно. Раскатаем. Разделю на две части и раскатаю. Можете сделать просто на противне, постелить бумагу пекарскую. Можете сделать в сковороде, в форме, что у вас есть. Единственное, что после того, как раскатали, разделите. Вот жгутиком, Если у вас две начинки, и кто сколько захочет, как говорится, если много желают мяса, значит, эта часть будет больше. А то, что с зеленью, будет меньше. Или наоборот. Вы смотрите по вашей семье, как им нравится. Или же заменяйте по своему вкусу. Там могут быть и грибы, и картошка, или ещё какой-нибудь тот продукт, который вы любите. Теперь сделаем сетку с оставшегося теста, цветочки, листочки, и всё готово. Ставим на полчаса, чтобы тесто немножечко подошло, вернее, пирог наш постоял, чтобы был пушистый. Таким образом я делаю цветы. В тот раз, когда делала пирог, я не показала, вам просто рассказала. Теперь посмотрите. Круг разделила на пять частей, а потом защипила края. Вот и получились цветочки. На серединке посыплю тмина, тмина. И всё. Готово. Духовка 180 градусов. Выпекаем 25-30 минут. Вот такая красота у нас получается. Как видите, видно, где зелень, где мясо. Кто какой кусок захочет, то и съест. На сегодня столько. Да, заранее хочу вас поздравить с праздником весны. Смотрите, какие красивые мимозы расцветают у нас на дачах. А пока, пока-пока. Желаю вам удачи. Не забудьте поделиться видео, поставить лайки, писать комментарии. И, кто не подписался, подписывайтесь. Пока-пока. Увидимся.